Психология как наука. Предмет, задача, основные понятия. Исторически первой формой психологии является учение о душе. Псих, душа, логос, учение. Существует следующий греческий миф. Эрот сын Афродиты влюбился в психею. Афродита, узнав об этом, проявила неудовольствие. Негожу сыну богов влюбить простую смертную. И чтобы помешать влюбленным, устроила для психеи ряд испытаний. Но та их с достоинством выдержала. Эроту удалось убедить Зевса превратить психею богиню, сделав ее бессмертной. Таким образом, влюбленные соединились навеки. Для греков этот миф – классический образец истинной любви, высшей реализации человеческой души. Именно поэтому психея, простая смертная, обретшая бессмертие, стала символом души, ищущей свой идеал. Термин психология появилась в 18 веке, а сама наука в 19. Возникновение науки в первую очередь связано с определением ее научного предмета. Какие явления подлежат изучению в рамках данной научной дисциплины? Предмет психологии, то есть сфера исследования психологии стремительно расширяется. Первый этап. Психология как наука о душе. Более двух с половиной тысяч лет назад. Семантика слова психология определяет ее как наука о душе. Противоположные точки зрения на психику. Первое. Материалистическое. Демокрит. 460-370-е годы до н.э. Психика материальна, и душа состоит из мелких, круглых, гладких, необычайно подвижных атомов, рассеянных по всему организму и подобным атомам огня. Когда мелкие части проникают в большие, они вследствие того, что по своей природе никогда не бывают в спокойствии, двигают тело, становясь его душой. Второе. Идеалистическое. Платон. 428-348 годы до н.э. Душа не имеет ничего общего с материей, и в отличие от последней, идеально. Душа – это самостоятельная субстанция, которая существует рядом с телом и независимо от него. Душа и тело находятся в сложных отношениях. По своему божественному происхождению душа призвана руководить телом, направлять жизнь человека. Аристотель. Ученик Платона 384-322 годы до н.э. В трактате о душе распространил понятие психического на все органические процессы, выделяя растительную, животную и разумную душу, а не мистический характер. Душа, по Аристотелю, бестелесна. Она есть форма живого тела, причина и цель всех его жизненных функций. Чувственное восприятие составляет начало познания. Наличием души пытались объяснить все непонятные явления в жизни человека. Но ответить на вопрос, что такое душа, оказалось непросто. В разные исторические эпохи ученые вкладывали различные содержания в это слово. Примеры. Смерть человека, когда человек умирает, его тело передается земле, в определенные дни его родные должны провести особые обряды поминовения, а именно на третий, девятый, сороковой дни. Первый, второй день, вышедшая из тела человека душа полностью свободна. Она может летать по миру, находиться рядом со своими близкими, наблюдать за всем, что происходит на земле. А на третий день душу призывает Бог для того, чтобы провести правосудие. Следующие дни, с четвертого по девятый, душа человека обитает в раю. Здесь она забывает обо всем, что было с ней на земле, о близких людях. Она изучает жизнь тех, кто попал сюда после правосудия. А на девятый день душа отправляется к Богу на суд. После девятого дня душа отправляется с ангелами в ад, чтобы посмотреть, какая жизнь там. Душа должна в этот период думать и раскаиваться в своих действиях. На сороковой день она возвращается к Богу. Именно в этот день Бог принимает окончательное решение, где будет находиться душа умершего до страшного суда. Второй. Эксперименты по определению веса души. В 1906 году в Америке доктор Дункан МакДугал провел ряд интересных экспериментов по изучению изменения веса тела в момент смерти. Он исходил из предположения, что душа человека имеет вес. И когда она покидает тело в момент смерти, то вес физического тела должен уменьшиться. Разница в весе тела до смерти и после смерти даст величину веса самой души. В своей клинике доктор Дункан МакДугал построил специальную кровать, которая представляла собой гигантские весы с высокой чувствительностью до нескольких грамм. Он клал на эту кровать последовательно шесть больных, находящихся в предсмертной стадии. Наблюдались в основном туберкулезные пациенты, так как они в предсмертной часы находились в состоянии недвижимости, что было идеальным случаем для точной работы тонкого механизма весов. Когда пациент помещался на специальную кровать, то весы устанавливались на нулевой отметке. Затем за показаниями весов велись наблюдения вплоть до самой смерти больного. В момент смерти была зафиксирована потеря в весе. К примеру, у одного из пациентов она составила 21 грамм. По мотивам этих экспериментов был создан фильм «21 грамм» 2003 года. Затем психология расширила свой предмет и стала изучать сознание. Второй этап – психология как наука о сознании. Он начинается в XVII веке в связи с развитием естественных наук. Начало этого этапа связано с именем Декарта. Понятие «душа» стало превращаться в разум, а позднее в сознание. Фраза «я мыслю, значит, я существую» стала основой постулата, утверждавшего, первое, что человек обнаруживает в себе – это его сознание. Декарт считал, что человек обладает сознанием и в процессе мышления, устанавливает наличие у себя внутренней жизни. сознанием в то время называли способность думать, чувствовать, желать. Английский философ Локк утверждал, что в разуме нет ничего, что не прошло бы через органы чувств, и выдвинул принцип атомистического анализа сознания, согласно которому психические явления могут быть разложены на первичные ощущения. Основным методом изучения считалось наблюдение человека за самим собой описание фактов. Третий этап – психология как наука о поведении. Он начинается в 20 веке. Задача психологии – наблюдение за тем, что можно непосредственно увидеть, а именно, поведение, поступки, реакции человека. В начале 20 века основатель бихевиоризма, американский психолог Уотсон заявил, что психология должна отказаться от изучения сознания и сосредоточить свое внимание только на том, что доступно наблюдению, то есть на поведении человека. Четвертый этап – психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики, современной, сформировалась на базе материалистического взгляда на мир. Основой современной российской психологии является закономерное осмысление теории отражения. Сознание – непрерывный переход информации в знания. Психика обусловлена взаимовлиянием внутреннего и внешнего. Дальнейшее расширение предмета исследования произошло в процессе психологии коллективного субъекта – семьи, группы, коллектива, общества и деятельности. Таким образом, психология – это наука о закономерностях развития, возникновение и проявлении психики и сознания человека. Объект психологии – человек. Предметом психологии является система понятий, объясняющих закономерности психики, как форма психического отражения действительности. Основная задача психологии – изучение объективных закономерностей, функционирование психических явлений, как отражение объективной действительности. При этом психология ставит перед собой ряд других задач. Первое – качественное изучение психических явлений, что имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. Второе – анализ формирования и развития психических явлений. Третье – изучение физиологических механизмов психических явлений. Четвертое – содействие планомерному внедрению психологических знаний в практику жизни и деятельности людей. Одним из фундаментальных научных понятий психологии является психика. Психика – внутренний мир личности, который возникает в процессе взаимодействия человека с окружающим внешним миром, в процессе активного отражения этого мира. Психика человека проявляется в его высказываниях, эмоциональных состояниях, мимике, пантомимике, поведении, деятельности и в других внешне выражаемых реакциях – покраснение, потовыделение, изменение в ритмике сердца, артериальном давлении. При этом важно помнить, что человек может скрывать свои действительные мысли, отношения и другие психические состояния. Задача специалиста, опираясь на психологические знания и методы психологии, а также на свой опыт, научиться распознавать действительное содержание и состояние психи человека. Современная психология рассматривает психику как свойство особым образом организованной материи головного мозга. Из данного положения выдекает два важных для понимания психики вывода. Первое. Не всякая материя обладает свойством психического. Психика – это особое свойство только головного мозга, живого и функционирующего. Второе. Выступая свойством особым образом организованной живой материи, психика неотделима от этой материи и не существует в ней ее. Психическое вторично по отношению к материи. Основные функции психики. Первое. Отражение воздействия окружающей действительности. Особенности психического отражения – это не мертвое зеркальное однократное отражение, а процесс, постоянно развивающийся и совершенствующийся, создающий и преодолевающий противоречия. Одно и то же внешнее воздействие может по-разному отражаться разными людьми и даже одним и тем же человеком в разное время при разных условиях. Психическое отражение – это правильное, верное отражение действительности. Возникающие образы материального мира являются снимками, копиями существующих предметов и явлений. Субъективность психического отражения ни в какой мере не отрицают объективную возможность правильного отражения окружающего мира. Вторая функция – регуляция поведения и деятельности. Психика, с одной стороны, отражает воздействие окружающей среды, отражает, адаптируется к ней, а с другой стороны, регулирует этот процесс, составляя внутреннее содержание деятельности и поведения. Поведение выступает внешней формой проявления психики. Третья функция – осознание человеком своего места в окружающем мире. Эта функция обеспечивает правильную адаптацию и ориентацию человека в объективном мире. Сознание себя как личности, наделенную определенными особенностями, отличающиеся от других людей. Психика проявляется у человека в следующих блоках психических явлений. Психические процессы – явления, обеспечивающие первичное отражение осознания личностью воздействия окружающей действительности. Виды – познавательные процессы, ощущения, восприятие, представление, внимание, память, мышление, воображение. Эмоциональные процессы – эмоции, чувства. Волевые процессы – воля. Психические свойства – наиболее устойчивые и постоянно проявляющиеся особенности личности, которые обеспечивают определенный уровень поведения и деятельности. Виды – темперамент, характер, способности и направленность личности. Психические состояния – уровень работоспособности и качества функционирования психики в каждый момент времени. Виды – интерес, творческий эмоциональный подъем, настроение, сомнения, стресс. Психические образования – явления, формирующиеся в процессе приобретения человеком жизненного и профессионального опыта. Виды – знания, умения, навыки. Психические процессы, свойства, состояние, образование выделяются только для изучения. В действительности они выступают как единое целое и взаимно переходят друг в друга. Состояние бодрости и активности обостряют внимание и ощущения, а подавленности и пассивности ведут к рассеянности. Поверхностному восприятию вызывает усталость. Связь психологии с другими науками. Психология – это область гуманитарного антропологического знания. Она тесно связана со многими науками. При этом достаточно отчетливо проявляются два аспекта таких взаимосвязей. Первое. Есть науки, которые выступают своеобразной теоретической основой, базой для психологии. Например, философия, физиология высшей нервной деятельности человека. Философия. Психология выделилась из лона философии. Философия имеет для психологии прежде всего теоретико-методологическое значение. Она носит решающий вклад в формирование мировоззрения человека. Психики проявляют в свое действие основные законы диалектики. Единство и борьбы противоположностей раскрывают истоки причины развития. Отрицание-отрицание показывает, в каком направлении происходит развитие. Переход количественных изменений в качественные объясняет, как происходит развитие. Физиология высшей нервной деятельности. Материальной основой психического выступает головной мозг. Физиология высшей нервной деятельности изучает строение и закономерности работы коры головного мозга. Есть науки, в отношении которых психология выступает одной из базовых теоретических основ – педагогические, юридические, медицинские, политологические. Каким образом психология связана с техническими науками? По мере развития научно-технического прогресса все большие требования предъявляются к психическим возможностям человека, адекватно реагировать на процессы, особенно в экстремальных ситуациях. Структура современной психологии. Современная психология представляет собой разветвленную систему научных дисциплин, связанных с различными областями науки и практики. Для современной психологии характерны два процесса – дифференциации и интеграции. Дифференциация вызывает значительную разветвленность психологии на отдельные отрасли. Часто эти отрасли довольно сильно расходятся, сохраняя при этом общий предмет исследования – факты, закономерности, механизмы психики. Классификация отраслей психологии может проходить по разным основаниям. Например, по сфере деятельности. Педагогическая психология, политическая психология, юридическая психология, военная психология, психология труда, медицинская психология. По конечным научным проблемам – нейропсихология, психофизиология, психология психических процессов, психогенетика. По субъекту психологического анализа – возрастная психология, детская, психология юности, психология зрелого возраста, геронтопсихология, социальная психология, группы людей, патопсихология, пациент-психиатра, зоопсихология. Этот комплекс можно разделить на фундаментальные, пригладные, общие и специальные психологические науки. Базовые отрасли, общая психология, носят фундаментальный характер, изучают фундаментальные свойства, качества и состояния, характеризующие психику в целом, формируют универсальные принципы, которые используются во всех прикладных и специальных психологических дисциплинах. Социальная психология изучает различные формы общности людей. В специальной или прикладной отрасли дифференциальная психология выявляет и описывает индивидуальные различия людей, их предпосылки и процессы развития. Ее подотрасль – возрастная психология. Различия между людьми представляются по возрастам. Сравнительная психология исследует филогенетические формы психической жизни и осуществляет сопоставление психики животного и человека. Подотраслью сравнительной психологии является зоопсихология, изучающая особенности психики животных. Психогенетика изучает наследственные механизмы психики и поведения, их зависимость от человека и так далее. Интеграция. Интеграция позволяет психологии поддерживать связь со всеми другими науками. Например, через инженерную психологию с техническими науками, через педагогическую психологию с педагогикой, через социальную психологию с общественными и социальными науками.